В Уларах немножко пообщались, в том числе с Яном Непомнящим, специалистом по этому варианту. И мы как-то считали сначала, что действительно проблемы у не может быть никаких у черных. Но сейчас выясняется, вот так немножко чуть-чуть прикинули, и более недаром думал минут, наверное, 20 с надходом, около того, что проблемы некоторые есть. Безусловно, позиция у нас очень течения характера, тут нет никаких сомнений в этом. Но есть небольшие проблемы все-таки у черных, если ферзь проникнет на c6, например. Тогда черным неудачно, невыгодно будет брать, потому что после dc белая пешка будет очень близко к призовому полю, то есть к ферзям. А пешка d6 тогда может в каких-то вариантах попасть под удар. Ну, в общем-то, при стоянии на h3, пешка c6 обычно просто к ферзи пройдет. Да, если слон на h3, dc и сблокировать ее уже не удастся. c7 и c8. И уже становится ферзем. Но ферзь бы 6, поэтому логичный ход. Вот черные как бы, черные как бы сами готовятся при случае вывести ферзя, может быть, на d4 разменять. При случае. Хотя непонятно, не факт это, что им это выгодно. Может быть, пойти b3. Может быть, пойти b3, потом ферзь b4 немножко захватит пространство на ферзь моем фланге. В общем, у черных маленькие проблемы. Видишь, Анан тут имеет, например, ход слон d7, вот он может пойти. Мне кажется, такой ход самый очевидный в этой позиции. Слон d7 перевести слон на c6. Хотя это тоже, конечно, не верится, что это создает черному реальные проблемы. Например, после слон c6 можно, ну, черный делает какой-то ход, например, ладья d8. Ну, условно говоря, хотя, может быть, самым точно здесь является ход g6 типа такого, что-то в этом роде. Белый играет, например, слон c6, но и черный, например, играет ладья a5. Тоже не верится, что эти проблемы уносит такой. Но может вообще имеет смысл, например, уже взять и f5 пойти? А вообще-то да, действительно, почему так скромно? Можно и понаглее чуть-чуть действовать, посмелее в смысле. Наглосто это пока нельзя назвать. Взять, сыграть f5 с ловушкой маленькой. Еф, ладья бьет f5, ферзь е2, ладья бьет f2. А я другую видел ловушку. Так, 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 интересно. То есть это уже две ловушки. Две, значит. f5. Две лучше, чем одна. Ладья a6. Ну, правда, fe проходит, но ферзь бьет f2 шах. Вот это более, это более, это более, фе, наверное, ход может быть даже более сильный. Ну да. Объективно, но, но сам, но зато более красивый, безусловно, вот такой ход. Ферзь бьет f2, король бьет f2, фе шах, скрытый шах называется. Король е2, белый и черный берут ферзя и перевес у черных. Ну, белый берут на d3, но мы не будем анализировать эту позицию, она не имеет никакого значения. Так, так, перевес у черных. Так, вот это, кстати, я думаю, что феррбе f6 на самом деле самый четкий ход. Потому что дело в том, что если бы черные пошли, вот я предлагал сначала ход ферзь c7, в кулуарах опять-таки, то после ферзь b5, возможно, у черных были бы немножко большие проблемы, чем в партии. Висит пешка b4, ферзь c6 грозит неприятно. То есть Дельфин готов терпеть на c6 слона, он считает, что это ничем ему опасно не угрожает, но ему нежелательно появление там ферзя. Вот так можно расшифровать его ход, ферзь b6. И, наверное, он прав. Слон d7 пошел виши. Нету многих идей продуктивных в этой позиции. Не, ну вот все-таки интересно, если бы он пошел бы ферзь c4, вот, вместо ферзь c7, да. Ферзь c4, давайте посмотрим, что было бы. Ну, да, ферзь c4. Дело в том, что на ферзь c6 там будет ферзь d4 где-то ходит. Ну, да, но это вот, ну, ферзь c6 пока на 2-1 пойдет. Да, 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 ферзь c4. Согласен, это как-то выглядит посильнее. Ну, не то, что посильнее, но по... Может быть, b3 все-таки, вот я так какому ходу смотрю? Ферзь c6. А, тогда я имею в виду все-таки на ферзь c4, может быть, сначала побить на а1. Вот в чем дело. Ладья бит а1, теперь пойти b3. А тогда ладья а6, да, есть ход? Ну, да, тогда ладья а6, это уже давление. И даже, может быть, белый реальный перевес могут получить. Ну, то есть, вполне возможно. Нет, на а1 не хочется брать. Ферзь c4 был ход более сильный, может быть, даже. Не удивлюсь, что. А пока, Боря, по-моему, пошел же шесть. Или b3, или же шесть? По движению руки короткому такому. Не, b3. b3 пошел. Вот это да. Жесть тоже был хороший ход. Ну, и b3, наверное, неплохой. Да, ну, мы оставим тогда для следующей партии, может быть, вопрос. Ответ на вопрос, что было в ходе с ферзь c4. Конечно, что, вряд ли эта позиция повторится. Вероятность этого ничтожно мала. Но, да, скажем так, ферзь c4 заслуживала внимания здесь за белых. Я имею в виду, вот в этой позиции, вместо слон d7. Вот здесь ферзь c4 заслуживала внимания. И у черных определенные проблемы сохранялись. Ну, или, по крайней мере, нужно какой-то точный. Да, ну, может быть, сбить на один ладья d8 или сразу ладья d8. Ну, сразу ладья d8, это ферзь c6. Все-таки, и, может быть, ферзь b8 теперь. Так, не пугаясь ничего. Я имею в виду, вот так, ладья d8, ферзь c6, ферзь b8. Так, немножко пассивно, конечно. Ну, да, как-то непонятно, в чем смысл. Непонятно, в чем. Ну, смысл как-то пока хочу пойти b3 и ферзь b4 все-таки. А если белые пойдут b3, то черный слон начнет путешествие свой. Слон d2, слон c3, потом и слон d4. Так, секундочку. А вот, ну, виша пошел слон d7, тоже ход логичный. Да, b3. Боря вот g6 не пошел, не совсем понятно почему. Ну, у него, наверное, были свои соображения b3. Ход такой, в общем-то, логичный тоже. Слон c6 пошел. Слон c6 пошел. А, нет ли хода ладья d2? Ладья d2 напрашивается, хуй, да. Может быть, сразу уравнивать. А может быть, это просто грубейший зевок? Ладья d2? Гельфан не может понять, посмотри, как он насупился. А, ну, зевок это вряд ли, потому что белые могут взять на a2 и пойти ферзь a3. Почему зевок? Ну, ладья b8 это сразу ничья другое дело. f5 там, как бы. Ну, это, ну, хорошо, но это не зевок, конечно. Нет, ну, может быть, он зевнул этот ход. Я имею в виду, я не говорю, что это зевок материал. А, кстати, может быть, потому что виши так выглядит довольно напряженно здесь. Ладья d2 напрашивается ход, честно вам скажу, дорогие друзья. Ферзь c3 тут есть ход за белых в этот момент. А Боря, кстати, так и пошел. Надо сказать, что о Боре у многих людей неправильное впечатление, что он якобы какой-то там очень позиционный шахматист или еще что-то. На самом деле он очень любит инициативу, очень любит активные ходы. Нет, Боря прекрасная тактика. Это я знаю с детства, потому что я все-таки знаю его, как я уже говорил, с 79-го года, даже с 78-го может быть, а может быть, ну, не имеет значения. Я узнаю его, короче, очень давно. Я помню в детстве особенно, он именно выделялся, помимо всего, тактическими своими такими способностями серьезными. Ну, он прекрасно видит тактику, безусловно, чувствует гармонию фигур. Ну, просто у него в последние годы, скажем так, его стиль стал более рациональным. Потому что, опять-таки, человек всю жизнь играл вариант Найдорфа в стилянской защите, а там полно тактики. Там все равно теорию все не запомню, что же. Хотя он его изучал там очень многое с детства. Там полно тактики, и поэтому шахматист, который играет Найдорф, он не может не разбираться в тактике, в принципе. Не, ну, вообще, я бы сказал, что любой сильный шахматист не может не разбираться в тактике. Потому что, как любой хороший футболист, хорошо бегает. Ну, я имею в виду разбираться... Это, как бы, абсолютно неотъемлемая часть игры. Нет, я имею в виду не то, что разбираться, я имею в виду, что разбираться на очень высоком уровне, я хотел сказать. Это, конечно, подразумевается, естественно. А, может быть, просто ладья Б8 и все поменяли? Ничего, да, а вот то, что я предсказывал как раз. Вот сейчас это происходит. Ферзь А3, то, что я только что предсказывал как раз. Ладья Б8, это вот похоже на ничью. Да, ферзь Б6, это, наверное, безумие. Ферзь Б6, ферзь Б2. Вот такой вариант. Ферзь Б2, и пешка А2 сильнее, чем пешка Д5. Она защищенная проходная, а это вроде не защищенная. Зато тут в данной ситуации на первом месте близость к превращению пешки в ферзь. А я вообще хочу, пока партия, я думаю, закончится вот-вот, я бы хотел бы сейчас сказать, в свою очередь, что в аркомитет матча на звание чемпиона мира объявляет конкурс среди журналистов на лучший репортаж о Третьяковской галерее. Победителям будут вручены, победителям самых интересных репортажей будут включены ручки ПАЛЕХ, рыночная стоимость которых, впрочем, я не буду сейчас меркантильными соображениями вас утомлять, но, в общем, это, поверьте, что это очень хорошие, интересные, ценные ручки. Я хочу вот даже показать одну из ручек, это ручка ручной работы, уникальная, ну, по-своему, уникальная ручка, вот. Она вот так выглядит, вот тут изображены сюжеты Стретьяковской, картины Стретьяковской галереи, русские богатыри, я вижу. Дракон, конь, в общем, действительно, ручка уникальная, я бы не отказался бы писать такой ручкой, прямо скажу. Вот эта ручка, вот от нее коробка тоже выглядит совсем недурно, коробка. Хотя ручка, я думаю, ценнее все же гораздо, чем коробка. В общем, победители, Саша тут улыбается, нет, на самом деле, коробка тоже выглядит очень хорошо. Но, в любом случае, если есть люди, коллекционирующие ручки, я знаю, я думаю, они бы оценили такую ручку по достоинству. Эта ручка, это ПАЛЕХская работа, то есть это очень тонкая ручная работа. И трое победителей получат в конце матча, по итогам, и специалисты из Стретьяковской галереи будут определять победителей, и трое победителей получат вот такие вот ручки. Поэтому вот я сейчас как раз хочу объявить, что такой конкурс начался. Начался. Вот, ручку я кладу обратно. Кстати, коробка действительно очень красивая, помимо всего прочего. Тут я без иронии говорю, без всякой. Вот. Это я поторопился немножко сказать, может быть, у меня немножко скомкано получилось. Я потому что боюсь, что вот-вот партия закончится в ничу, и нам с вами придется переходить в пресс-конференцию. Действительно, тут пока не видно, что тут может быть. А, ну давайте пока вот раз особо про партию сказать сложно, потому что Ф5, я насколько понимаю, ничего не дает. Из-за ЕФ, ладья бьет Ф5, ферзь бьет А2, и на всякие ударчики типа слон Е3 есть просто ход Б3. Да, вот Саша имеет в виду вот этот вариант, мы сейчас покажем. ЕФ, ладья бьет Ф5, ферзь бьет А2. И нету смысла, вот это вот не проходит все. Ну, это совсем не проходит. Ферзь А8, шаг. Нет, нет, сначала ладья бьет Ф2, слон Е3, потом ферзь А8, шаг и мат. Хотя есть еще ход Б4, но ферзь А8 выигрывает сразу. А какой вариант? Ну, вместо ладья бьет Ф2, слон Е3 сразу. Ага. Ну, тоже, наверное, Б4 как-нибудь. Ну, да. Ну, слон Д4, на самом деле, у черных какая-то может даже есть и компенсация, потом Е4, но это совершенно ни к чему. Совершенно не нужно черными глядить в такие дебы. Да, нет, это ерунда. Может быть, об этом сейчас Боря и думает как раз. Потому что о чем-то же он думает в этой позиции. Ну, я думаю, что наверняка он сыграет вот здесь. Наверняка он сыграет сейчас ладья б8. Я не знаю. Потому что на 2 все-таки пешку отдавать не хочется. Может, мы что-то не видим, какой-то гениальной комбинации. Так вроде не видно с первого раза. Пешку эту на 2 провести в ферзи как-то сложно. Ну, ладья б8, в общем, напрашивается ход, честно говоря. И белые бьют на а2, черные бьют на b2. Может быть, здесь еще. Ну, совсем пустая выжженная земля практически получается. Ну, взял за ладья 1. G6. G6. Ладья а7, ладья f8, ладья b8. Ну, в принципе, играть еще можно, если честно, чуть-чуть. Хотя никаких реальных шансов, конечно, нет. Но так, поставить все-таки шансы, я имею в виду, попробовать получить. Ну, я думаю, что на ферр b2, ладья b2, ладья 1 еще G6 можно пойти. И отдать, может быть, пешку эту, отдать пешку d6 даже. И вместо этого пойти и атаковать пешку f2 после вот такого варианта. Может быть. Я, конечно, не утверждаю там 100%, но так выглядит логично достаточно. Нет, я-то белыми на f7 хотел, как раз, напасть. То есть, например, шах и ладья a7, может быть. Может, здесь ладья a7, да? Ну, может, даже король f8. Ну, да, тут король f8. Ну, тут просто ладья d7 с шах будет какой-то потом в конце этого варианта. То есть ладья d7, слон d2. А все равно, наверное, ничья, я думаю. Слон d2, ладья d6, слон b4, шах. А есть ладья f6, ну, так, ну, в смысле... Да, а есть ладья f6, да. А уже ничья, конечно. Тоже бить-то ничья, конечно, даже вот в этой... Тут абсолютно даже не лучшего белого. Ну, лишняя пешка никак не сказывается. H5, вот даже компьютер стрелочку рисует. Что стрелочку, это H5, у чёрта. А вот я думаю, даже кто эти стрелки рисует, мне всегда был этот вопрос интересен. Какие-то стрелки? Белые, жёлтые, красные, жёлтые. Это компьютер. Ну, жёлтые, это, наверное, просто последний ход. Ага. Понятно. Ну, да. Да, так вот, поскольку особо про партию пока сказать нечего, вот я хотел бы сказать про регламент. Вот, я не знаю, уже какое-то время назад, если я не ошибаюсь, после матча Каспаров-Кравник установили вот этот регламент, где посередине матча один человек играет две партии одним цветом. Ну, в общем-то, понятный смысл. Матч короткий. Если 24 партии не имеет большого значения, каким цветом начинать, то, например, когда 12 партий начнёшь белыми, есть вероятность, что матч закончится, например, после 11 партий, условно говоря. Таким образом, у тебя будет на одну партию белыми меньше. Да, так вот я как раз насчёт этого и хотел сказать, потому что эта теория, её выдвинул Крамник, вот после выигранного матча с Каспаровым, она не имеет под собой ни малейшего математического обоснования. То есть мы это проверяли, в частности, с Митей Яковенко, закончившим математическое разделение МГУ. Это серьёзно. Вот. То есть, ну, например, условно говоря, вы хотите сами проведите эксперимент, допустим, сделайте, что два равных игрока играют матч, и в каждой партии у белых, скажем, 40% шансы на победу, 40% на ничью и 20% на проигрыш. Ну, это я так обманываю, но это так. Плюс-минус, да. Да. То есть в этом случае, ну, матчи будут выигрываться с частотой 50%, неважно, начинаешь ты белыми или чёрными. Вот. А всё-таки с психологической точки зрения, ну, вот они согласились на ничью. Они облегчили нам задачу. Пошёл Ладья Б8, Ананн пошёл Ферзь А2. Он не стал дальше, честно говоря, вот в этой вот позиции. Просто Ферзь А3 Ладья Б8 был ещё сделан ход. Ферзь Б2, ну, Боря бы взял. Ананн предложил тут ничего. Кстати, Ферзь Д4 ход, это тоже им возможный ход. Ну, Ферзь А7а. Такой ход тоже возможный. Ну, Ферзь А4, да. Ну, он возможный ход, ладно. В общем, Виша понял, что тут ему ловить уже нечего в этой партии.